АЛМАЗНЫЙ КРАЙ Капремонт, как стихийное бедствие. Жильцы дома номер 20 на улице Пролетарская города Ленска живут в спартанских условиях. Готовы дойти до самых верхов. Собственники квартир дома номер 37 на улице Ленина Алмазной столицы вынуждены обратиться в прокуратуру. Дорогой интернет. Абоненты Ростелекома жалуются на высокие тарифы. Терпеть неудобства из-за коммунальных проблем вынуждены жильцы одного из домов города Ленска. Подрядчики, которые должны были завершить ремонт еще летом, перенесли сдачу на неопределенный срок. Когда завершится ремонт в доме номер 20 по улице Пролетарская и будут ли наказаны виновные? Дом номер 20 на улице Пролетарская в этом году попал в программу капитального ремонта. В соответствии с договором фирмы-подрядчики должны были закончить капремонт еще до наступления отопительного сезона. В июне текущего года строители из Якутска прибыли в Ленск, чтобы отремонтировать дом номер 20 по улице Пролетарской. Они оборвали обшивку и исчезли. Однако жильцы дома, в первую очередь пенсионеры, держали дело под контролем. 1962 год сдачи этого деревянного 8-квартирного дома. Ему 54. За спиной, кроме десятков лет, два наводнения. Но в программу под снос он пока не попал. За то, что все 8 квартиросъемщиков регулярно переводили деньги в фонд капитального строительства в этом году, к радости жильцов, дом был внесен в список на капремонт. И он начался. Выиграли мы тендер на капремонт. Были представители два паренька с Якутска. Имен сейчас я их не помню. Они здесь активно объявления повесили. И сами же вот они лично, лично вот эту обшивку начали снимать. А потом потерялись и эти два паренька, и те, кто представлялся бригадирами позже. Жильцы звонили в Якутск. Фонд капитального строительства специалисту технического отдела Александру Петровичу фамилию не знают. Выслушивали обещание. В конце сентября жильцы обратились в нашу телерадиокомпанию. Мы тоже по их просьбе попытались связаться с Александром Петровичем. Мы сейчас пытаемся позвонить куратору, специалисту технического отдела Александру Петровичу в Якутск. Телефон не отвечает. Правда, с другого телефона чуть позже нам дозвониться удалось. Александр Петрович сказал, что на следующей неделе приедут ваши подрядчики и все вам доделают. Будем смотреть, так ли это. Рабочие едут. Требования пострадавших, а именно так можно назвать жителей этого дома, законны. Мы хотим, чтобы закончили то, что начали они, потому что в таком состоянии бросать абсолютно нельзя. В тот же день было подано и письменное обращение в городскую администрацию. А теперь холодно. У нас до этого было холодно. Мы утепляли. И теперь не найдем ни крайнего, ничего. Вот я в ЖКХ написала заявление, чтобы они какое-то приняли решение. Но пока неизвестно. Что вам ответили? Сказали, что сегодня в 4 часа будет у Харунова заседание. На следующей неделе, как обещал куратор из Якутска, никто не приехал доделывать дом. А проблему уже решали на уровне главы города. Выпал первый снег. И наконец-то нашлись строители, что даже пойдя на убытки, материалы пришлось закупать на месте в разы дороже. Согласились закончить начатое прежними подрядчиками. О коллегах отзыв однозначный. Будут ли наказаны виновные в затягивании ремонта дома и как, зависит от условий договора. Если в договорных отношениях предусмотрены какие-то неустойки в виде штрафов, допустим, то да. А жильцы благодарны всем, кто помог им добиться утепления дома до морозов. Ой, дождались. Лёд тронулся, хотя на реке уже, река ставь, скоро будет. Так что, думаем, доведут до конца. Мы планируемся через 2-3 недели уже закончить. Потому что именно такую работу мы уже делали, мы уже знаем, как делать это. Когда завершится ремонт в доме номер 20 на улице Пролетарская? Предполагаемый срок сдачи объекта – вторая половина октября. Ситуация знакомая. По такому же сценарию ведется капитальный ремонт в доме номер 37 на улице Ленина. Напомню, эта 36-квартирная трехэтажка тоже попала в программу фонда капитального ремонта. Квартира холодная, люди жалуются. Больше месяца жильцы многоквартирного дома номер 37 на улице Ленина вынуждены жить в спартанских условиях. Постоянные проблемы с водой, теплом. Причина – затянувшиеся ремонтные работы. Отопление не в полном объеме подается в квартире. Не знаю, в связи с неправильной установкой системы отопления или чего, но в большинстве квартир греет одна секция батареи. Все остальные секции не греют. То есть неправильное подключение системы отопления. Со дня на день столбик термометра на улице опустится ниже 10 градусов мороза. А к концу ремонтами, перебоем с теплом пока не видно. В квартире холодно, снег лежит, все. У меня двое маленьких детей, жены, грудничок, ребенок. Все заболели. Отвечать на вопрос, когда завершатся работы, представители фонда капитального ремонта напрямую отказались. Говорят, работы много. Мол, таких объектов у фонда 400 штук. Правда, официальный ответ на бумаги все же предоставили. В письме указано, капитальный ремонт фундамента и покраска фасады завершены. К приемке готова и система теплоснабжения. Электроснабжение тоже в порядке. Осталась часть работ по водоснабжению. Заменить стояки возможно только с помощью городской администрации. Но содействия со стороны мэрии пока нет. В письме все неверно. Мы с этим сталкиваемся уже часто. То есть, директор фонда может такие письма писать даже на правительство, потому что последнее письмо было на правительство. Совершенно неверную информацию дает, не зная, какие цели он преследует и почему он так делает. Документально у нас зафиксировано. Таких писем у нас не поступало, ни входящих писем нет, ни номера входящего. Поэтому все, что написано в этом письме, все неверно. То есть, ничем не обоснованная ложь. Бездействие ответственных сторон, в частности фонда капитального ремонта, вынуждает отчаявшихся жильцов обратиться в прокуратуру. Жители говорят, готовы дойти до самых верхов. В таких ситуациях страдают не только жильцы. Капитальный ремонт от фонда оборачивается головной болью и для муниципальных властей. Подрядчики фонда капитального ремонта свою работу построили здесь из рок-вон-проха. Во-первых, они с жильцами никак не работают. Вообще вся эта работа, ее трудно назвать работой, которую выполняет организация. Знаете, это какой-то такой подход уличный, уличный, несерьезный. То, что делает сейчас подрядчик, он собрание с собственниками не проводит, информационную беседу не ведет. Соответственно, почему ситуация такая возникла на Ленина 37? Он должен был провести эту работу еще разъяснительную весной, для того, чтобы определить, где он будет работать, когда он будет работать, чтобы люди знали сроки, бронировали отпуска, он свою работу. Подрядчик появляется у нас в середине августа, бегает по городу, ищет, привлекает людей здесь, непонятно какой квалификации, которые бездействуют, знаете, вот таких людей по городу. И пытается что-то сделать, а потом при этом обвиняет администрацию. Продолжаем коммунальный детектив. Словосочетание ремонтной работы начали бояться и в Айхале. В нашу редакцию обратился Алексей Верескун, житель поселка Дорожный. Когда утеплят и гидроизолируют новую теплотрассу на улице Дорожников? Ремонт теплотрассы в Дорожном – плановое мероприятие предприятия тепловодоснабжения. Этим летом заменили участок протяженностью 160 метров. Работу выполняла подрядная организация. Вот вы стоите, вот это все разобранная куча мусора, вот с теплотрассы все, трубы, вот это просто снегом немножко сейчас присыпало. А так вот это все захламлено. И не только здесь, это вот по кускам, вот как они разбирали все и туда-туда. Алексея Верескун, жителя Дорожного, переполняют эмоции. В поселке живет 20 лет. Знает каждого жителя и все проблемы поселка. Сегодня волнует новая проблема. Летом на улице Дорожников меняли теплотрассу. В начале сентября работу завершили. Трубу строители укрыли утеплителем, оставили кучу мусора и ушли с объекта. Уже сегодня минус 13 было. И такая есть возможность, что разморозится, особенно если где-то люди в отпуске, нет протечки воды, ничего. Что можно сказать? Создается такое впечатление, что это делается как нарочно. Хотят заморозить дома, чтобы выселить дорожнинцев. На этих видеокадрах видно, местами утеплитель размок от снега. В доступности и краны. А ведь рядом с теплотрассой гуляют дети. Некоторые участки трубопровода и вовсе остались открытыми. Раньше оно было в деревянных коробах, укрыто и изолировано рубероидом. Сейчас просто укрыто урсой, без всякой изоляции. Наверное, короби не будут ставить, даже не планировали. Мало того, что укрыто урсой, получается, что не везде, да? Да, не везде. Участки открытые. И если мороз сильнее будет, поприхватывает, может быть, разморозка труб. Ремонт теплотрассы в Дорожном – плановое мероприятие Айхальского отделения предприятия тепловодоснабжения. Этим летом заменили участок протяженностью 160 метров. Работу выполняла подрядная организация. К отопительному сезону трубопроводы были готовы. Тепло к потребителям поступило вовремя. Однако материалов на остальные работы подрядчикам не хватило. Подрядчик должен был окончить ремонтные работы 30 сентября. Но написал у нас письмо, ввиду того, что плохая навигация, невозможность доставки материалов с просьбой перенести сроки выполнения работ до конца октября. С учетом того, что основная масса работ, она выполнена. Но на это мы не пошли, потому что он взятие этого брал, знал, что такая ситуация у нас с доставкой материалов. Поэтому к нему будут применены штрафные санкции за каждый день просрочки. Выполнение условий договора. Пока сюжет готовился к эфиру, материалы у подрядчиков нашлись. На улице дорожников строители утеплили теплотрассу, начали работы по гидроизоляции. К морозам трубопроводы, заверили в Айхальском отделении ПТВС, подготовят к середине октября. Сейчас тут работы по гидроизоляции. Гидроизоляции закрываем оцинкованным железом. Если мы раньше применяли доски, колотили короба, то сейчас уходим от этого способа гидроизоляции, как несовременного, и закрываем оцинкованным железом. В течение недели эти работы будут выполнены. По объему работ, которые остались, это переходы. Был один у нас переезд автотранспортом через наши сети. Дополнительно построили еще два. После выполнения покрытия гидроизоляции будут еще выполнены дополнительно пешеходные переходы, чтобы люди не ходили по нашим сетям. Было удобно. По мусору мусор вывозится и будет вывезен весь, который от этих работ там накопился. Когда утеплят и гидроизолируют новую теплотрассу? Новую теплотрассу утеплили. Гидроизоляцию закончат к 14 октября. А в нашу редакцию продолжают поступать негативные отзывы абонентов Ростелекома. Недовольны они качеством предоставления услуг по доступу в интернет. Почему услуги, которые предоставляет Ростелеком по доступу в интернет, стоят в 10 раз больше, чем на материке, при этом скорость в 10 раз ниже? Хотелось бы и узнать, в рамках какой программы Ростелеком ввел оптоволокно в Мирный. Компания Ростелеком предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи и другие. По данным Мирненского филиала, ее услугами пользуются более 8 тысяч жителей Алмазной столицы. По утверждению руководства Ростелекома, строительство оптической линии в Мирный не входило в федеральную программу устранения цифрового неравенства, полностью финансировалось из бюджета телекоммуникационной компании. По вопросу о стоимости услуг ответ простой. Тарифы, предлагаемые в крупных городах России и тарифы, существующие в Мирном, отличаются, во-первых, из-за технических параметров предоставления связи. Якутия – это регион со сложными географическими и климатическими условиями и чрезвычайно низкой плотностью населения. Поэтому себестоимость строительства и обслуживания объектов связи, а также доставки трафика в Якутию намного выше, чем, например, в других областях, например, в Приморье или в Иркутске. Поэтому они отличаются. И цена на услугу доступа в интернет формируется из-за кратного строительства сетей и поддержания сетей. Ну, а также приобретение оборудования для этого. И в данном случае тарифы, действующие в городе Мирном, заложены также затраты на использование ресурсов ВОЗ, которые Ростелеком арендует у ОАО «Мосэнергетика». По словам специалистов Ростелекома, еще весной в Мирном максимальная скорость услуги доступа в интернет составляла 256 кбит в секунду за 3000 рублей в месяц. Теперь за эту стоимость абонент может подключить тарифный план со скоростью 3 мегабита в секунду. Почему услуги, которые предоставляет Ростелеком по доступу в интернет, стоят в 10 раз больше, чем на материке? Цена на услугу доступа в интернет формируется из-за трат на строительство и поддержание сетей. В тарифы заложены также расходы за использование ресурсов оптоволокна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова